Прикольненько тут залез. Теперь нужно слезть. В общем, так же. Красивые места. Иногда полазить по джунглям бывает интересно. Единственное, что тут стоит опасаться, конечно, от различных змей и ядовитых насекомых. Вот это прежде всего. Надеюсь, что, конечно, хищников крупных нет в тех местах, где тут отдыхает много людей. А вот и всего остального стоит опасаться. Поэтому прежде чем куда-то поставить ногу или руку, нужно обязательно посмотреть, что это за место. Нет ли тут какой-нибудь опасного пука? Или какой-нибудь другой штучки. Я не хотел сказать сам дряни, но нельзя так говорить. То есть не дрянь, это все как бы нормальное. С животинка нормальная вся. Вот. Ну, для них такая же дрянь. Они могли бы сказать про нас то же самое. Вот. С горы лез бы вниз. А лезу я для того, чтобы записать интересный подкаст на тему, опять же, о жемчужине засохшей кучи дерьма. Интересно, да? О чем же я буду... О чем же я буду говорить? Так. Только надо мне сначала все-таки, наверное, слезть, а потом уже говорить. Так. Поэтому немножко подождем, еще потерпим, пока я спущусь ниже, на камушке, к самому берегу. Вот. Ну, практически. Практически уже. Уже близко. Так. Вот так. Словно, какое красивое место выхожу. Вот такое вот. Ну, вот так. Практически вышел. Вот. Ну, что ж, приступим, друзья мои. И с вами... И с вами я, Михаил Шилов, автор множества проектов различных. А сегодня я хочу поговорить с вами о... ...жемчужине в куче дерьма. О чем же речь? О речи вот о чем. Дело в том, что многие вещи, которые люди пытаются найти, изыскать на пути самосовершенствования, находятся не так глубоко, как это казалось бы. Потому что мы живем в другое время, мы находимся в другую, но ты, поху, чем наши далекие предки, которые многие вещи познавали чисто эмпирическим путем. То есть методом так называемого научного тыка. Да, они много что нашли, они много что попробовали, времени у них, наверное, было много на это, на все. Вот. Но, понимаете, дело в том, что когда человек ищет что-то полезное, он, приобретая один полезный опыт и отмечая то, как он его приобрел, может абсолютно не замечать тот негатив, который он параллельно с этим тащит. То есть он приобретает что-то одно, в результате он не только это позитивное, ну, приобретает, что хотел, но и что-то негативное. Но так как он весь погружен в сознание того, что хотел найти именно позитив, видит только его и не видит остального. А ведь на самом деле все это присутствует, это есть. То есть вот это даже присутствует реально в наше время. То есть ученые создают какое-то лекарство, например, у которого есть отличные прямые действия, которые они находят, и только потом выявляются в тестировании какие-то побочные действия. То же самое происходит и при методиках, и практиках в боевых искусствах, например. У наших предков просто не было других методов. У них не было моделирования, у них не было анализа опыта богатого предыдущих поколений. У них не было фундаментальных научных знаний, благодаря которым можно прогнозировать, можно экспериментировать. Причем экспериментировать не в прямую, не в эмпирике, а в эксперименте отдаленном, то есть моделируя что-то. И если мы прогнозируем какой-то сам результат, то можно уже дальше пробовать и добиваться его в реалиях. Вот это современный метод самодостижения цели. Это самый правильный метод достижения цели. К тому же он довольно быстрый. Мы живем не в каменном веке. Ну ладно, фиг бы, если мы не в каменном. Мы уже живем даже не в 20-м, и тем более не в 19-м, 18-м, 17-м веках. И нам доступны многие методы, нам доступны многие знания. И вот ортодоксы, которые избегают тщательно этих знаний, цепляются за скрепы, традиции, которые были, они далеки от того, чтобы прогрессировать. Их верх цели над устремленностью и верх достижения – это быть похожими на патриархов. Патриархов, то есть на далеких каких-то самгилюдей. А далеких имеется в виду в прошлом. И, наверное, не столь самгидалеких в плане понимания того, как это выглядит в соотношении с современными людьми. Но для них это самое главное – быть похожими на тех дальних людей. То есть фактически это путь деграданства, отличный от эволюции. Если бы наши предки, которые там кроманьонцы, еще более далекие предки, всякие армапитеки и так далее, цеплялись бы за то, чтобы быть максимально похожими на своих предков, максимально следовать традициям, которые существуют, никакого прогресса, никакой эволюции в принципе не существовало. Реальная система, которая позволяет самгипрогрессировать – это постоянное самосовершенствование и отход от старых традиций. Постоянная постановка подсомнения старого. То есть на старое не принимать как догму, а постоянно ставить подсомнение. И именно эта постановка подсомнения позволяет выцепить из этого старого что-то полезное и отбросить все ненужное. Те же наши современники, которые пытаются все взять только из старины, они как раз и уподобляются тому петуху, например, который в куче засохшего дерьма пытается найти какое-то зернышко. Вот он расколупывает это говно засохшее, с коркой такой, с этой вонью внутри. И в конце концов он может, может это зерно найти, может в принципе достигнуть той цели, которую хотел. То есть маленькой цели, маленькой цели достигает, перелопатив огромную кучу дерьма, при этом перепачкавшись, провонявшись, переворачившись, совершив огромный труд на протяжении огромного количества времени. То есть, понимаете, это надо долгие годы осваивать какие-то древние методики, делать кучу рутинной деятельности, которая, возможно, приведет к результату и этого человека, как привело того, который занимался этим 50-100 лет назад и достиг каких-то целей. То есть это неэффективный метод, понимаете, неэффективный. Если, конечно, задача стоит в том, чтобы быть полностью подражателем вот этой самой древности, быть ходячим музеем вот этих древних методов, то это может быть имеет смысл. Но если имеет смысл оконечная цель, а именно достижение результата, то это бессмысленная работа. То есть нет, она, конечно, осмысленная, но она неэффективная совершенно и непродуктивная. Даже достигнув, говорю, малой толики, то есть найдя вот это маленькое зернышко, нужно проделать путь неэффективной, нецелевой работы, перелопатив кучу дерьма. Это неправильный подход. Понимаете? А ведь это зернышко, оно выпало откуда-то из соседней самой кучи зерна, где этого зерна вот просто масса лежит, где этого дерьма вообще нет, а лежит именно зерно непосредственно. И оно просто выкатилось, это зернышко, и попало туда. То есть если все знания, представите, не во времени расположенные, а просто реальные, как кучу зерна, то, конечно, ветром, какими-то другими, не знаю, факторами может выдуть какое-то количество зерен в среду, в окружающую. Оно может куда-то завалиться, в воду, в навоз или еще куда-то. Понимаете, можно, конечно, понимаете, можно, например, добыть и грамм золота из кубического километра наторктического льда. То есть взять кайсберг из той воды, из которой состоит он, добыть золото, какое-то количество грамм. А можно, понимаете, добывать золото там, где оно прямо жилами и самородками. За неимением возможности брать и жил, и самородков, и за неумением искать такие места, наши предки, патриархи, которые создавали какие-то стили, методики, технологии, они совершали кучу немыслимой какой-то работы, зачастую ненужной, просто от безысходки, из-за незнания, медицины, физиологии, биохимии, гистологии и прочих наук о человеке. И они перелопачивали кучу материалов эмпирическим, что-то вычленяя, и приобретая с этим еще огромное количество геморроя ненужного. потому именно единицы достигали саморезультата, понимаете, единицы, и все. А остальные ничего не добивались и просто находились около, пытаясь что-то повторить, но у них этого не получалось. Так вот, а если находиться около жилы самородной, то можно из нее взять, кто-то больше возьмет, кто-то меньше, но тем не менее все получат столько, сколько смогут унести, то есть сколько приложат усилий. Вот. А это как раз именно возможность черпать из тех знаний, которые есть. Если знать и понимать суть вещей, структуру вещей, если предложить правильно науку к созданию методик в области боевых искусств, то можно прогрессировать в десятки раз быстрее, в десятки раз, а достигать гораздо больших результатов, гораздо больших. Вот в этом вся и суть. Поэтому не уподобляйтесь тому петуху, который ищет жемчужину, в куче засохшего навоза. Понимаете? Действуйте эффективно. Ну что ж, я с вами был я, Михаил Шилов. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова